Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет блог. Вот, на самом деле, если бы мне не надо было записывать вот эти вот все началы для видео, когда вот мне приходится садиться перед камерой, то я бы гораздо чаще выпускала видео, потому что, ну, снимать всегда есть о чем, о чем угодно, об уборке, о косметике, делиться каким-то мнением, впечатлением. Но когда мне нужно делать это в кадре, мне, значит, дома нужна полная тишина, потому что что-то еще я могу отснять, когда Лева дома, и когда я за кадром нахожусь, и я ему говорю, посиди потише, пожалуйста, ты понял? Да, понял. Вот его буквально две минуты хватает, потом начинается у него там в игре что-то веселое, он начинает визжать, пищать, радоваться, разговаривать, а если он еще по сети там играет, то вообще тогда там кто-то говорит, он что-то отвечает, я не знаю, может, я не знаю, понимает ли он что-то с ним, как бы, ну, или вообще просто, как это все работает, но, в общем, он активно в этом задействован, поэтому мне мешает. А так, если бы мне не надо было записывать вот эти вот начала, где я болтаю там о чем-то, я бы с удовольствием клепала бы видео как минимум два раза в неделю, вот, и все было бы классно. Я, кстати, сегодня без микрофона, но вот у меня наушники на столе лежат, я не могу вставить в ухо, потому что у меня, не знаю, что случилось, но с ухом какая-то проблема, у меня сегодня кровь была, и я как бы не рискнула, думаю, потому что вдруг у меня воспаление какое-то, я еще доведу, что потом ухо вообще там начнется, отит или что-нибудь в этом роде, вот, поэтому, надеюсь, звук будет слышен. И хочу ответить на парочку вопросов, которые мне очень-очень часто задают, особенно в последнее время, вопрос номер один, который просто в каждом видео по 10-15 раз, это какой краской я крашу волосы. Слушайте, последний раз я красила волосы, это тогда, когда я снимала видео, новый цвет волосы, это был единственный раз, когда я покрасилась, ну, поменяла цвет волос с темного на более светлый, на близкий к моему натуральному, то есть то, что вы сейчас видите, вот эти 8 сантиметров у меня, наверное, отросло уже, это мой натуральный цвет волос, сама я по себе русая, темно-русая, кстати, у нас у всех троих, у меня уже не у Лёвы, у нас одинаковый цвет волос, и я специально это делала с тем упором на то, что я больше не буду краситься, в ближайшее время это точно, и, может быть, потом, если и буду менять какой-то цвет, может, это сделаю как-то кардинально, вот, а сейчас, как вы видите, у меня уже мелирование отросло, да и у меня вообще очень сильно волосы отросли, я в последний раз стриглась, по-моему, еще больше времени прошло, чем с того раза, как я красилась, вот, так что хочу отрастить, может быть, сделать, ну, что-нибудь такое интересное, как бы на волосах, посмотрим еще, вот, и также очень популярный вопрос был, это насчет того, что, Оксана, ты так сильно похудела, я не знаю, почему-то в прошлом видео, вот, я снимаю спустя две недели, и в прошлом видео мне писали, у тебя что-то случилось, я надеюсь, что у тебя все хорошо, блин, если вам правда показалось, что я там похудела, то, знаете, это прям комплимент для меня, потому что мне кажется, что я поправилась, вот, килограммы на два как раз, не критично, конечно, все это ерунда, я влезаю в свой размер S, там, в общем, ничего страшного, но, честно говоря, я как раз именно чувствую себя комфортно, когда я 52 килограмма вешаю, это мой оптимальный вес при моем росте, и да, кстати, в этом видео хочу вам еще, называется, обманули, но 10 лет, сама недавно об этом узнала, неделю назад, если честно, никого не хотела вводить в заблуждение, но так получилось, вот, в этом видео расскажу вам, в чем дело, вот, и так, в принципе, у меня все в порядке, в этом видео покажу вам, да, что-то из косметики новое, как я обещала, честно говоря, ситуацию, как я в каждом видео, да, обсуждаю ситуацию, что у нас происходит сейчас в Эстонии, как цены растут, коммуналка и так далее, пока, в общем-то, ничего не изменилось в лучшую сторону, чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится, и об этом я потом в следующем видео расскажу, потому что, ну, не буду затрагивать здесь ничего такого, потому что то, что я хочу сказать, и буду говорить в следующих видео, это, знаете, как накинуть, извините, говна на вентилятор, но в этом видео я хочу побыть еще в спокойствии, не хочу ни от кого отбиваться, потому что я знаю, что потом там начнется холивар, вот, и, в общем, одно видео хочу побыть в спокойствии, потому что я смотрю последнее видео, которое я снимала, очень какие-то незначительные такие вещи, о которых я говорю, но он столько негатива вызывает, непонятно почему, а так, если вам интересно, то давайте приступим. Сегодня начинаю влог вот таких красивых цветочков, это мне Женя подарил на 14 февраля, здесь, по-моему, 5 букетов, на самом деле уже они не первой свежести, потому что какое сегодня число, 14 было, блин, сегодня, по-моему, 18, что ли, или 19, ну, не знаю, когда видео выйдет, в общем, сегодня, да, 19, наверное, число, очень красивые тюльпаны, они похожи на пионы, посмотрите, они раскрылись, и вот получилось, что, ну, не такие обычные они, сколько там листиков обычно, 5-6 они вот распускаются, а здесь прям вообще обалденные, очень красивые, а вот, кстати, мне с Алиэкспресс начали наконец-то опять посылки доходить, и вот пришел вот такой вот органайзер для ватных дисков или для ватных палочек, очень красивый, я давно его хотела, там был зеленого цвета, но я выбрала, мне что-то золотого захотелось, а то у меня и так все здесь зеленое, вот, буду это складывать ватные диски, чтобы, ну, всегда в доступе были, и ватные палочки, чтобы они в пакетах страшных не валялись, вот, не знаю, сегодня буду я в кадре или нет, потому что у меня какие-то проблемы с глазами начались, у меня постоянно чешутся глаза, у меня начинается какое-то слезоотделение, и вот сама слеза, она, знаете, как будто, блин, я не знаю, как будто у меня какой-то аллерген содержится, у меня сразу так чешутся глаза, недавно еще ячмень на глазу вскочил, короче, ужас, вот, поэтому не знаю, может, без меня будет в кадре, вот, так что, вот, запечатлю еще раз такую красоту, потому что жалко, они завянут, потом я выброшу, вот, я таких, честно говоря, тюльпанов, по-моему, никогда не видела, вообще обалденные, наверное, это точно гибрид какой-то с пионами вместе сделан, вот, ну, а дальше продолжу влог, что тут у меня уборка по расписанию, потому что бардак, вещи складывать надо после сушилки, в общем, дел дома на валам, еще, да, в этом видео косметику вам обещала показать, так, и, как обещала, хочу вам показать свои фавориты косметики, на самом деле, здесь у меня столько косметики, что напрашивается, конечно, на отдельное видео, но, по-моему, отдельное видео про косметику уже никто не смотрит особо, поэтому я решила показать во влоге, потому что влоги сейчас лучше смотрят, но если надо, потом сделаю еще отдельное видео, потому что косметики действительно много, и здесь у меня уходовая косметика, так и косметика декоративная, первое, что я прям вот просто настоятельно рекомендую это вот такая вот палетка от марки nyx больше как она мне понравилась вы себе просто не представляете очень очень крутая палетка сейчас я ее открою и покажу вам здесь смотрите у нее вот такие вот цвета просто обалденное качество матовые цвета просто отличный очень пигментированные отлично растушевываются вот эти цвета которые как шиммеры идут тоже просто отличные сатиновые оттенки тоже очень хорошего качества и я прибегаю к тому что иногда делаю из этих оттенков вот фиолетовый там смешиваю с дюралайном и делаю из них подводку очень классно получается поэтому вот рекомендую присмотреться название у нее вот вот такое вот очень рекомендую следующее что мне очень понравилось и что я практически до конца использовала это вот такой вот тонер от корейской марки очень тоже мне понравился просто потрясающе работает очень хорошо увлажняет успокаивает кожу использовала его после пилингов там масок как конечный этап перед сном но иногда еще маску вот тоже использовала поэтому тоже рекомендую присмотреться обалденно обязательно закажу еще и следующее средство которое тоже мне очень нравится это вот такой ролик от марки клиник я использую он это средство под глаза храню его в холодильнике у него внутри знаете такой ролик поэтому и такое средство именно нужно в холодильнике хранить он отлично убирает отечность знаете как такой экспресс вариант когда быстренько надо очень хорошо разглаживает кожу под глазами и вот как раз после него я потом использую ну после всех процедур я использую консилер под глаза и он туда очень хорошо ложится следующее средство да тоже мне просто очень очень понравилось вообще это понимает а польская косметика я заказывала набор набор я подарила а себе оставила вот это вот средство увлажняющий бальзам использую его перед нанесением как бы ну тональная основа то есть я сначала использую это средство потом он очень хорошо увлажняет разглаживает кожу и тональная основа очень хорошо ложится туда потом иногда использую базу иногда даже не прибегая к помощи базы все равно тональный крем очень хорошо ложится вот посмотрите марку если найдете где-то но я думаю она такая знаете международная на европейских сайтах где-нибудь может быть и на российских и на украинских сайтах можно поискать вот тоже советую присмотреться у них вся серия вообще хорошая вот потому что набор который я дарила одной женщине ну с которой хорошо общаюсь она мне пару раз помогала вот я и подарила на новый год она тоже спросила где я заказывал потому что ей набор этот очень увлажняющий понравился а аромат такой что я когда машине что это у тебя за парфюм такой игры нет это не парфюм это вот именно крем так это увлажняющий бальзам так пахнет тоже советую присмотреться так следующие девчонки это вот такие вот карандаши для губ как вы видите все в похожих оттенках но это просто потому что я преимущественно использую только такие цвета остальные мне не сильно подходят и для беспроигрышного варианта я использую вот эти цвета пыльной розы у меня здесь два карандаша вот этих длинных это мисс тайс вы можете заказать на вайлдберрис они точно есть за копейки я покупала у нас по 7 евро каждый также карандаш от рилуи в десятом оттенке покупала здесь помню за 4 за 5 евро но я думаю что в россии там в украине и беларуси можно купить гораздо дешевле белорусскую косметику так точно дальше вот этот карандаш от никс это их новая серия swatch обязательно покажу и конечно же мой любимый карандаш от пупа в 002 оттенки прям не знаю очень намного темнее выглядит чем есть на самом деле вот но вот эти вот карандаши это у меня 769 оттенок дальше идет оттенок 780 вот этот никс это сейчас я скажу вам это оттенок вот здесь не видно пупа 002 оттенок но это очень популярный я уже его 10 лет на раз покупаю и 10 оттенок от рилуи обожаю это просто вот одни из самых-самых любимых моих карандашей так следующее продолжаем средства тоже которые хочу посоветовать и даже писала о нем отдельный отзыв это вот такой скульптор от марки шик в эстонии покупала у девушки из нарвы лена визажист занималась но сейчас у нее к сожалению уже этих средств нет и не занимается она этим вот а так средства просто тоже великолепная и очень экономичный расход у него у меня это 01 оттенок как раз подходит для бледнокожих таких как я со светлой кожей вот ну и как бы если кто-то приходил ко мне краситься это средство использовала то большинство она как бы подходила поэтому тоже рекомендую присмотреться к нему очень хорошее средство и его надолго хватает вот сочи тоже обязательно сделаю сейчас и следующее средство которое прям тоже очень могу порекомендовать я эту марку называю о 2 о не знаю как она точно читается вот это праймер под макияж и знаете у него такая текстура когда вы наносите на лицо лицо становится прям как шелковая кожа такая и тональная основа тоже очень красиво ложится на нее и держится достаточно долго поэтому этот праймер базу я очень могу порекомендовать вообще на всем aliexpress марка которой я всецело доверяю это как раз вот эта марка о 2 о которая мне очень очень нравится и все чтобы я у них не заказывала покажу еще крутую просто потрясающую крутую тушь которая стоила там 4 евро но на самом деле упаковка ее очень такая знаете тяжелая массивная и качество туши прекрасно и вот этот праймер тоже обязательно посмотрите на него и его девочки тушь про которую я говорила от этой марки я специально даже упаковку не выбрасывала вот такой упаковке приходит говорится сильно благородно очень я считаю что они прям найти на упаковке денег не жалеют цена у них от этого не становится намного больше вот такая вот металлическая упаковка достаточно такая увесистая вот я пользуюсь этой тушью каждый день вот и кстати многим по отзывам она тоже понравилась я сама ее по отзывам купила сейчас открою кисточку покажу ну вот смотрите вот такая у нее щеточка изогнутая туши на ней много и она очень хорошо прокрашивает ресничка к ресничку и и реснички и удлиняет и дает неплохой объем вот поэтому я просто всецело ей довольна и тоже могу вам порекомендовать вот прям настоятельно рекомендую познакомиться вот с этой маркой потому что действительно она очень достойная еще девочки тоже меня спрашивали в предыдущем видео про вот это вот косметичку знаете я ее заказал за 2 за 297 по моему я уже говорил что на алиэкспресс есть такая акция где вы можете заказывать допустим 3 продукта они вам обойдутся в 6 евро с бесплатной доставкой или три продукта за 9 евро с бесплатной доставкой или 3 продукта за 12 евро тоже бесплатной доставкой и знаете еще хотел показать вот у меня сейчас ногти накрашены это просто знаете как в первом классе мамин лак украла и блесток мне просто захотелось попробовать сразу все лаки которые я купила от марки golden rose увидела на сайте member shop продавалась куча разных лаков и мне очень прям захотелось попробовать что могу сказать вот эти маникюры там пять дней вот и он практически нигде у меня не ободрался посмотреть какие там цвета красивые есть вот вот этот лак вообще с гель-эффектом таким я тоже его пробовала он мне три дня продержался я тоже считаю что это хороший результат для моих ногтей вот эта серия нет лук называется серия вот и вот такие вот малышки я по 90 центов буквально купила так что теперь простых лаков мне надолго хватит ну и конечно самый крутой лак который у меня был и больше я его в этом магазине не видела в котором заказываю продукты домой это марка better называется по моему это испания и лучше чем этот лак он неделями у меня держался на ногтях вот и ногти с ним стали очень крепкими потому что здесь помимо того что у него есть как бы цвет он еще и лечебный это было мне номер 02 камелия и многие кто купил в эстонии лайки вот по моей этой рекомендации очень меня благодарили потому что действительно эти лайки очень долго держится поэтому если где-то найдете смотрите я практически весь его использовал сейчас выброшу вот хотела просто вам показать видео очень крутые лайки и вот покажу как закрытом виде она выглядит вот такая ручка за 2 евро я считаю просто отлично иногда цены на алиэкспресс меня очаровывает потому что действительно находится что-то такое качественное но за разумные деньги еще и с бесплатной доставкой поэтому я осталась довольна я вам показать что мне каждое утро делать кофе когда на работу уходит и стал написать вот такие записки вообще если первую записку написала я когда он уснул и я ему собирала на работу еду и написала что типа еда в холодильнике вот но потому что он уже спал я знал что утром уже проснется поэтому оставила записку вот он с тех пор стал мне сам писать записки вот такие вот по утрам так что меня ждут целая коллекция пишет знаете это даже интересно как я каждое утро встаю и как эсэмэску какую-то получить бегу сразу на кухню кофе пить и посмотреть что мне написал в очередной раз и такой как бы сказать вы знаете недорогой романтический способ как-то поддержать отношения мне кажется все такие вещи надо делать для того чтобы вот все хорошо было и вот хоть мы уже так долго вместе на семнадцать восемнадцатый год но все равно какая-то такая искорка и какие-то знаете желание делать такие вещи осталось а ну и хотела вам рассказать про самое большое мое заблуждение обман вот который раскрылся спустя десять лет как вы видите здесь мы с мамой Женя нас мерил как-то решили мы померить рост я всем говорил всегда что я 168 169 сантиметров а на деле оказывается я даже не 165 сантиметров вы представляете я раньше заказывала себе одежду которая идет на рост 168 и думала почему мне штаны настолько длинные там на 4 сантиметра на 5 бывало ругалась на неудачный пошив неправильно вот никогда мне в голову со школы не приходила чтобы встать и измерить свой рост вы представляете я всего лишь 164 с половиной сантиметра да и когда я вешу допустим даже те же 54 килограмма на мне это как раз таки вот и заметно мне становится потому что я такая всегда думала ну вешу я 54 килограмма но я же ростом там 168 сантиметров вообще в норму вхожу оказывается вот так вот мама у меня 169 сантиметров ой папа у меня где-то наверное 177 или 178 но я вот такой вот экземпляр 164 с половиной получилось а вот Женя 194 сантиметра писать на 30 сантиметров меня выше так что все кто меня спрашивал мне про меня часто про рост и вес спрашивают я всегда вот с полной уверенностью писала что я сто шестьдесят восемь сантиметров ну вот не так так что простите меня если я вас вела где-то в заблуждении вы по моим меркам покупали какую-то одежду она нам вам не подходила ну вот можете посмотреть цены на сыр здесь по желтеньким ценам висит вот это все вот 100 грамм 110 259 130 евро 99 вот эти вот пикник палочки которые были на 399 и 269 вот те стоили евро 89 так что у нас дальше тут тоже сыр 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 масло желтый по скидкам молоко у нас евро 15 одно стоит 1 евро 45 литр безлактозная евро 45 было евро девятнадцать пельмени картошка так там йогурт и курица 6,79 филе 9,49 килограмм тоже филе получается что мяса вообще нету все разобрали все разобрали она переселезнает в носу вот так вот так вот видите цены с вами да это 50 грамм 259 Красная рыба, 150 грамм, 7,19, килограмм 47,93, 47 грамм. Так что филе какое-то, креветки 8,9 чищенные. Это скундрия. Ну и какие-то.